В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Роснано в помощь. В Самаре появится центр ядерной медицины. Более 80 объектов. В Самаре продолжается дорожный ремонт большими картами. Малому бизнесу большие возможности. Самарская область – лидер по Волжье по уровню развития предпринимательства. Центр ядерной медицины может открыться в Самаре уже в следующем году. Он даст возможность выявлять серьезные заболевания на самых ранних стадиях. Проект реализуется совместно с госкорпорацией Роснано. Перспектива сотрудничества с самарским регионом председатель правления Роснано Анатолий Чубайс обсудил на встрече с предпринимательским и научным сообществом. С 2012 года в регионе запущен ряд высокотехнологичных проектов. Уже создано новое производство на заводе Куйбышев Азот. В планах открытие в Самаре – наноцентры, где будут не только готовить высокотехнологичные проекты, но и запускать их в производство. Важной совместной работы с Роснано отметил губернатор Николай Меркушкин. Самарская область заняла третье место среди регионов России после Москвы и Московской области по развитию государственно-частного партнерства. Сейчас в регионе реализуются 17 проектов, 12 из которых в области здравоохранения. Объем внебюджетных инвестиций составляет 10 миллиардов рублей. Совместная работа с Роснано – это мощнейший катализатор и модернизации экономики, предприятий отдельных, развитие регионального бизнеса. Одна из наших важнейших задач – укрепление дальнейшего сотрудничества с Роснано. И я уверен, от этого и бизнес наш, и область, и страна, и страна наша будет большим выигрышем. Для нас самарская область – это на сегодня такой один из опорных, приоритетных регионов. Важнейший для нас объект – это центр ядерной медицины. Мы начали его строительство. Могу вам сказать, что по опыту тех регионов, где уже мы сумели пустить эти центры ядерной медицины, мы видим просто потрясающий эффект. Речь идет о диагностике самых серьезных заболеваний, прежде всего онкологических заболеваний, на ранних и сверхранних стадиях. 700 тонн асфальт уложили этой ночью на улице Владимирская. Ее не ремонтировали с начала 90-х годов. Теперь к 1 сентября здесь полностью обновят верхний слой асфальта. Валерия Макарова работала сегодня ночью, чтобы разобраться во всех тонкостях на месте. Город засыпает, ремонт продолжается. На этот раз на улице Владимирская. Ее до конца августа обновят полностью от улицы Больничной до Беземянной. Это так называемый поддерживающий ремонт картами. Он позволяет продлить срок службы покрытия. Гарантию дают два года. Пока движение стихло, можно начинать работать. Работа начинается сначала разбивочная работа, потом очистка основания от пыли и грязи. В дальнейшем происходит розлив битумной эмульсии. Ну и потом уже укладка асфальт-битумной смеси. Специальная эмульсия – залог того, что старый слой асфальта хорошо схватится с новым. Его в эту ночь примут около 700 тонн. Общая площадь работ – более 23 тысяч квадратных метров. Всего же в этом году отремонтируют более 80 объектов. Причем за качеством будут пристально следить. По поручению губернатора и головы осуществляется многоступенчатый контроль за выполнением работ. Принимают участие в этом контроле МБУ дорожное хозяйство, департамент городского хозяйства, представители общественности и силовых структур. На часах почти полночь рабочие начинают укладывать асфальт. План работ на сегодня – дойти одной полосой до улицы Коммунистическая. Закончить планируют к 6 утра, как раз тогда, когда люди поедут на работу уже по новому асфальту. Валерия Макаров, Константин Головин. События. А теперь коротко о других темах дня. Прокурор Самарской области Мурат Кабалоев написал заявление на уход с должности. Это произошло сразу после его выхода из отпуска. Должностные обязанности пока еще действующего прокурора Самарской области истекают в феврале 2017 года. Претендентом на должность нового прокурора региона является Константин Букреев. Его кандидатура была согласована депутатами Самарской губернской думы и губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным в конце июля. 300 автомобилей на 1000 человек. Самарская область оказалась на 21 месте рейтинга по обеспеченности легковыми авто. Средний показатель по России составляет 285 машин на 1000 жителей, сообщает Автостад. На первых двух местах рейтинга Камчатский и Приморский края. Москва в этом рейтинге находится на 22 позиции Санкт-Петербург на 11. Самая низкая обеспеченность автомобилями в России в Чукотском автономном округе. Самарскую фабрику кухню отреставрируют за счет инвесторов. Об этом сообщается на портале госзакупок. Цена контракта 575 миллионов рублей. Согласно документам в здании усилят фундамент и стены, отреставрируют балки и колонны, оборудуют дренаж и гидроизоляцию в подземных помещениях, обновят кровлю, лестницы, отреставрируют штукатурку на стенах и на потолке. Кроме того, установят лифты. Обновить здание подрядчик должен к декабрю 2017 года. Заканчивает работу открытый кинотеатр на набережной «Филин». С мая по сентябрь в нем показывали старые, но проверенные временем киноленты. Он проработал пять лет, и теперь МП «Самарская набережная» решила его закрыть. Посмотреть кино под открытым небом можно последнюю неделю. 27 августа с 18 до 24.00 в рамках акции «Ночь кино» покажут новинки российского кинопроката. В Самаре пройдет фестиваль скандинавской ходьбы «Золотые жигули» с 26 по 28 августа на территории учебно-спортивного центра «Чайка». 27 августа будут организованы пеший переход по правилам скандинавской ходьбы «Проверь себя» с дистанцией 5 километров и массовый старт «Дорога радости» на 3 километра. В нем смогут участвовать все желающие без ограничения возраста. В дни фестиваля будут работать познавательные маршруты, а также мастер-классы по освоению техники ходьбы с палочками для начинающих. Тихие ночи наступят на улице. Тракторные активисты Общероссийского народного фронта добились, чтобы грузовой транспорт не ездил здесь по ночам. Напомним, жители жаловались на то, что в последние два года поселковая дорога превратилась в оживленную трассу. Машины везут песок со склада речпорта. Грузовики шумят, дорога разбивается, а людям приходится дышать пылью. После выезда на место представители Общероссийского народного фронта и профильных департаментов наметили несколько путей решения проблемы. На долгую перспективу построить новую дорогу для грузовиков в объезд жилого массива. Более близкий и наиболее вероятный пустить грузовики по уже существующей дороге. Единственная загвоздка – путь проходит по частному участку. Для этого необходимо договориться с собственником и арендовать этот участок на полтора-два года. Уже конкретные варианты. Уже мы письма написали по поводу ограничения движения. То есть мы написали в администрацию и в ГИБДД для того, чтобы первоначально, который не требует ни вложений, ни сроков больших, первоначально хотя бы ограничить движение транспорта по тонажу, по времени, по скорости и так далее. Малому бизнесу большие возможности создать благоприятные условия для предпринимательского климата – одна из приоритетных задач в Самарском регионе. По уровню развития предпринимательства Самарская область лидирует в Поволжье. Сейчас здесь больше 100 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Их оборот составил 910 миллиардов рублей. Бизнес и инициативы будут и дальше получать поддержку от государства. Об этом говорили на форуме от администрации Ленинского района в рамках программы «На связи с губернатором». В малом и среднем бизнесе в Самарском регионе трудится почти 400 тысяч человек. Это треть работающего населения. Большинство предпочитают сферу торговли, услуг, меньше в производстве, строительстве и сельском хозяйстве. Чтобы узнать, с чего начать бизнес или прояснить возникшие вопросы, далеко ходить не надо. На форуме собрались представители различных министерств, Федеральной налоговой службы, Роспотребнадзора, банков, Самарского молодежного парламента. Данный формат форума – это необходим. И как раз-то эта площадка создана для того, чтобы напрямую донести и предпринимать, какие есть государственные и муниципальные программы поддержки малого и среднего бизнеса. Максим Максимов собирался работать на себя еще со школы. Выучился на экономиста, параллельно штудировал нужную литературу, посещал курсы. В прошлом году выиграл грант на открытие своего бизнеса. Сейчас занимается производством строительных материалов, прокатом роликов и велосипедов. Сейчас все хорошо. Идет прибыль на рост. И в следующем году планирую еще участвовать в одной программе по инвестиции в средства именно в собственные производства. Самарские предприниматели не слишком активно обращаются за господдержкой. А зря. В этом году в областном и федеральном бюджете на поддержку малого и среднего бизнеса предусмотрено больше 350 миллионов рублей. Бизнесмены могут получить консультации по юридическим вопросам, пройти переподготовку, повышение квалификации. Отдельное внимание – финансовые поддержки. Предприниматели могут получить займы и гранты от 500 тысяч до 5 миллионов рублей. Самое главное, что эти меры поддержки должны меняться каждый год. Потребность изменяется. Эта программа достаточно живая. Поэтому как раз такие встречи позволяют нам их корректировать. Прежде всего, субсидии и гранты получают компании, которые нацелены на производство и внедряют инновации. В ближайшие два года особое внимание уделят субъектам бизнеса, связанным со спортом и туризмом. Олеся Корецкая, Максим Гусев, События. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Вместо защиты нажива в Самаре судят адвоката, обвиняемого в мошенничестве. Сезон охоты для филателистов. Футбольный стадион Самара-Арена теперь на почтовых марках. Сэндвич по-русски. Материалы самарского предприятия будут поставлять в Белоруссию. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова